Поскольку хронология подразумевает, во-первых, что, когда вы знаете подобные множества событий, как вы именно приоритизируете их, какие вы посчитаете важные, легкие, которые для вас останутся постепенными, во-вторых, это еще трактовка всегда, одно и то же событие назвать можно много раз, и, на мой взгляд, надо быть все-таки профессиональным историком, остающимся на острие исторической науки, чтобы правильно именовать события. Поэтому, скажем так, тот человек, который просто интересуется, наверное, не мог бы претендовать на какую-то аналогию. Напротив, все мы живем обычной жизнью, и у нас бывает, что кто-то не историки, даже если вы, например, жители города, туристы, нам интересна бывает заслабительная история в позиции простого человека. Что простой человек, который на эпоху видел, что его окружало, как он понимал эти события. И, в общем-то, мне приятно осознавать, что любители историк Казани, они, может быть, в какой-то степени делают что-то, что, наверное, в сферу профессионального интереса может быть не так интересно профессиональным историкам, но дополняют и делают общедоступными те вещи, которые могут зависеть от других таких же историк, кто не знает, не имеет доступа к каким-то семейным архивам, к каким-то старинным картам, и хочет просто выйти в интернет, набрав поисковый запрос, что-то узнать. И при этом желательно не попавшись в какие-то идеологические, может быть, ловушки, а в какие-то вопросы, в которых, в общем-то, все прозрачно, надо только увидеть источник. И вот, сразу хотелось бы сказать, начать, грубо говоря, с инструментов. То есть, может быть, это интересно будет и профессиональным историкам, в той же мере, и, естественно, просто любим. В интернете у нас в России есть сервис, который позволяет визуальную информацию двух гидок, грубо говоря, наблюдать. В общем, в два раза популярно в свое время появился такой формат, когда можно взять на правой стороне, на левой стороне, просмотреть старую карту, многую карту, и увидеть, как изменилась жизнь своего конкретного района, какого-то места, которое тебе интересно. Взять также фотографию, увидеть ее старый гид, много облик этого места, тоже посмотреть, и увидеть, какие произошли изменения. И вот, на правах рекламы, я бы хотел всех познакомить с данным сайтом retromap.ru. То есть, изначально он вырос из сайта, который был ориентирован на Москву, поскольку в Москве исторически было очень много сделано. Картографии старинные, в том числе даже иностранные, и энтузиасты, изначально московские, они привязали эти карты к современной Google-карте. То есть, вы можете одним кликом мыши на вашем мониторе видеть старинное название улицы. То есть, если для каких-то целей вам нужно, допустим, вы занимаетесь какой-то важной проблемой, и не хочется за деталями лезть глубоко в архив. То есть, вам нужно знать, как называлась, например, улица Сары Садыковой в 26-м году. То, соответственно, поскольку на память не все могут надеяться, очень удобно, что есть возможность открыть, соответственно, сервис, открыть улицу Садыковой, допустим, на современной карте, и переключиться в 26-й год, и увидеть, как она называлась тогда. Второй интересный сервис, который есть, это сервис точно такой же принцип, но для исторических фотографий. То есть, на карте Казани нанесены фотографии и привязаны к точному месту съемки и точному направлению съемки. То есть, открыв карту, например, улицы Баумана, вы можете просто посмотреть, вот, допустим, перекресток университетский и улицы Баумана. Как раз использована обложка, которая была для мероприятия. То есть, это вид снят в верхних этажах аптеки Брегинга в сторону Булака, на университетской. То есть, если вы интересует вас определенный район и определенная дата, и точнее, область дата, вы можете на шкале судить определенное время, выбрать определенный район и рассмотреть, какие фотосвидетельства вообще были. И многие вещи, просто секундочку, да. Вот, если вы сходите до 17-го года улицам Казани и 17-го. На самом деле, материал намного больше в архиву, да, и, наверное, вряд ли оно может представить какой-то интерес, скажем так, дубильное приложение, скажем, открыть и поинтересоваться, как выглядит в гостинице, в которой не остановились, в Венст-Доннаде. Всего для Казани сейчас доступно около 4-5 тысяч фотографий. Хочу сразу отметить, что идет работа, так называемая, про аутсорсинг. Вот, все вы, наверное, знаете, что это Википедия, когда добровольцы пишут статьи, в спорах рождается истина, и все-таки в итоге получается, несмотря на то, что этим занимаются инфидиасты, довольно взлешенное и правдивое мнение, когда этим занимается много людей, вот по такому же принципу возникают загрузки на вот этом сайте. Вот, есть сообщества в Фейсбуке, где, скажем так, и историки, и просто покалы нашего города, и люди, которые занимались, изучали историю, и просто интересовались, и, может быть, за 20-30 лет до нас, выкладывают, делятся с именными соображениями и определяют места съемки, потом они попадают на эту карту. Соответственно, на предыдущем слайде я показывал привязки географических карт, там, конечно, не так все просто, надо убедить администрацию и доказать, что карта должна быть представлена. Ну, и если мы пройдемся по материалам, которые, таким образом, были извлечены и именно о них узнали, давайте посмотрим, какие интересные просто факты окружали Казань в 17-м году. Запинание с которой? А? Как это изменило Казань? Ну, фактически, возразовывался огромный залив, это Казанка наша, если мы посмотрим на еще один интересный момент, почему, говорят, старый рост в Казанке, куда же она текла? А вот Казанка не текла, чем с Кировской дам, вот она текла в обход Адмиралтейской свободы. Кстати, вот как раз многие спрашивают, Адмиралтейская свобода является Зарейчей или нет? Вот если она же, мы смотрим, с центра города, вот же она за рекой, но получается, если смотрим на старый карте, то Зарейчей это только вот эта часть. Даже центр можно назвать? Ну, по сути, да. То есть Адмиралтейская слобода, она была вместе с основной частью города на одной стороне. Илья, может тебе удобнее с этой стороны показывать и рассказывать? Да, мне удобно. Это ты прямо встал. Вот, и с отца изменился наш город по размеру. Вот, привезены две карты. И мы видим, что в 17-м году в Казани, собственно, считалась небольшая часть, которая, с одной стороны, практически полностью покрывает Пахитовский район, и небольшое количество слов от Адмиралтейской, и Адмиралтейской, и Адмиралтейской, и Адмиралтейской, и Адмиралтейской, вот в этой части. То есть Кировский район? В Кировский район, да. Получается, что то, что сейчас мы считаем, Казань, например, вот, у нас Казань доходит уже сейчас практически и заповедник районистов по какой-то части. Это все было во много раз, естественно, по тем временам, это были даже, наверное, не пригородные деревья, а просто какие-то, ну, приближенные к городу, которые нельзя... Чебакса. Но вот Чебакса, это, кстати, известное место, тут были люди, которые научились делать прекрасные кованные балконы, которые ухорошают центр города, и где-то еще до сих пор ухорошают. То есть, соответственно, сего было известно, и своей длинностью к городу все-таки оно пользовалось. Но если мы посмотрим, вот как раз около Чебаксы, кто не знает, там есть это Чебаксо и Янтин. И там еще есть свадьба, говоря на этим словом, тоже интересная. Крыму-чугилл-чехи взяли Казань. То есть, что это было красными белыми, но с теми отами? Он, во-первых, вначале был не очень даже, скажем так, четкое понимание, где он находится. Там, например, были вылазки на станцию Займища со стороны белых, которые расстреляли демонстрацию на станции с пожертвов. И когда уже фронт образовался в каком-то виде, получается, что фронт существовал только в некоторых местах. Вот в советском районе, действительно, тоже в черте города, в районе Азина-Велянкин он здесь проходил, потому что Азин был по железной дороге вот в эту сторону. И, соответственно, по железной дороге в эту сторону у нас располагался фронт, собственно, с той стороны, где Ютин, кто уже погиб, соответственно. Это довольно тяжелый факт, что Казань за жажду между двумя Латышами, которые были с Ютином и Азином. Соответственно, с тех пор наша экономика помнит много интересных событий. Причем Ютин, по-моему, был первым поселок, который вообще в России перименовали в честь, ну, по некоторым данным, в честь, первое, вообще, эти события, которые все остальные были тоже. То есть, получается, перименовали станцию Красная Горка и, соответственно, поселок. То есть, получается, что фронтные в этой части тоже были фактически, ну, почти в черте города. А на северной части, например, фронт даже не образовался. И вот есть очень интересная теория, то есть, в связи, дал Курносов, что авантюристы, которые находились в Северной, пользовались этим и вывозили, например, награбленное через вот эту вот часть, пытаясь спрят, где-то там, в северной фронте. Хотя вот, днешние казанские дербышки, которые троли брали? Дербышки, да, те дербышки-то, которые в современных поселках, они тогда еще не существовали, а были деревни, были 200 тысяч жителей. Это, получается, где-то в 6 раз меньше. Площадь была прежде, был заметный спад, может быть, за 24-ю казань такой резкий спад был всего несколько раз. 140 тысяч. 140, да, а сейчас я считаю, нет, 140, а вот 1000-х резких еще пока не достигли. И, естественно, что важно, была логистика. Тогда Казань все-таки до железной дороги была еще пятиком, в большей части хорон. Подъезжать было нельзя. Давайте посмотрим. Вот, кстати, таким образом выглядело строительство железа, которое мы считаем более новым вокзалом, который у нас играет в Казани. Глава Стания, потому что ту часть построили в итоге позже, а эта часть закончена только в 1927 году. Но, соответственно, мосты, сооружения мостов на улице Цукаевской, на улице Оренбургской тракты, они очень древние, по сравнению с 1927 годом, на целых действия старших. И, соответственно, форму ощущаем. На Казань, то есть, командующий военным округом обладался огромной властью, он мог, собственно, тем он занимался, первой мировой войны, он собирал 50 тысяч военнослужащих, которые состояли в Казанский гармезон, на городок. То есть, там размещалась вторая артиллерийская бригада. Опять-таки, место не пустовало, но как-то так вот, боями в Октябрьской революции не прославилось. И, соответственно, очень много частей распространяется. По-моему, большая часть вообще всю деятельность военных в организации Октябрьского стадия, когда и морочные области, и я у вас очень сильно интересуется историей трава, и, наверное, знаю все, что связано с травами в Казани. Мы знаем, что рабочая лавшрутская завода, центра, сегодняшняя... И все этики могли практически на желатинской интересной направлении. Но вообще, кстати, что интересно, что когда пытаешься разобраться во всех этих темах, получается, казалось бы, что в книгах, изданный в советский период, должна быть какая-то единая геологическая база. Вот, например, читаешь того же Ежова, и, допустим, там есть специальные предисловия, что Ежов увеличивает роль военных. Кто-то пишет, что, да нет, может быть, и так на роли военных было. И, соответственно, мнение, что все-таки это рабочая лофобовская Красная Глава, где больше сделала дел тут, или все-таки солдаты из вот этих вот частей, лично у меня не сложилось от однозначных впечатлений. Я как-то надеюсь, что в дальнейшем с чьих-то работах удастся это прояснить. То есть, чья будет была основа. Это трамвай, да? Ну, мы еще будем говорить о 18-м году, не сегодня, а в дальнейшем надеюсь, да? И мы, наверное, еще так... В 18-й год трамвая, и на трамвае, насколько известно, вывозили золото в золотой запас тахи, да? Это, наверное, отдельное дело. Мы вывозили до Престании, потому что здесь, собственно, была важной список грудить на фарафон. Соответственно, мы уже улучшили. В те годы не придумали грузовики, скорее всего, были на фронт. Поэтому вот, да, такой момент в истории тоже есть. Давайте уже, наверное, будем переверчать потихоньку. Хроны я все-таки вывозил, но, честно скажу, что тема, давайте скажем честно, не моя. И каждый из них заслуживает несколько выступлений. Поэтому это просто, чтобы как-то увидеть, что в 18-м году. И, наверное, было бы неправильно отрезать от него сразу же идущий за ним 18-й год, из которого я бы хотел отметить и с 17-го, и с 17-го года, и с 17-го я бы хотел отметить нереволюционное событие, но, возможно, повлиявшее на повседневную жизнь жителей города гораздо сильнее, чем все события до и после, в 17-м, по-прежнему. То есть это пожар на Казанском парковом заводе. Пожар был такой, что нынешний квартал, где у нас Парк Петров, находится. Это место, где завод просто сгорел до слаб. А поскольку был авторочек завода за ним, соответственно, основная площадка стала там. Но, чтобы вы понимали, то есть это было событие, про которое можно было бы снять, наверное, типичный берегутский финкатастрофу, когда люди вот в этих фильмах не бегут от инопланетян, а тут они бежали вполне в реальной опасности, уходили с года от прохода поезда. Даже вот у меня, соответственно, бабушка пересказывает бабушку, что вот на Плетенях на другой стороне добегали люди из Кировского района, думали, что они взяли безопасность, а жители Плетеней все равно бежали в сторону Матюшина, но, значит, это еще какая-то опасность есть. Вот. Можно сказать? Да. По поводу 14-16 августа событий. А у нас в архивах вообще остались по расследованию документы и в каком они состоят? Честно скажу, я этим не занимался, наверное, кто-то софессионально. Это к ним. Можете сказать, только комментируем. Да, по поводу документов именно по расследованию этих событий. То есть, наверное, проводилось расследование военными властями, так сказать, бусы существуют. Вы можете поиск по заголовкам дела осуществить, чтобы узнать, есть ли те или иные документы о том историческом событии и расходе. Ну, и говоря о событиях, в Петрограде происходит очень значительное событие государственное совещание. Эта газета полностью посвящена этому событию. Видимо, такой огромный шок был, который специально это все подожгли, да, и даже часть расследования можно, по сути дела, посмотреть в газетах. Как в газете есть строк, на зонах архивы. Понимаете, когда вы уже начали расследование, кто-то идет в восточной газете, он не будет в азархивах в газете. Ну, вот, соответственно, если явно существеннее, чем в бои, так сказать, вот где-то пересидеть в подвале, спрятаться. И, соответственно, следующее событие, которое, я не знаю, как правильно, среди дяди Горда жил, и братом дяди Горда жил, было восстание рабочих за речи, вот в память об этом стополюбика, парк Митрова, то есть строк один из руководителей восстания, который закончил дарить неудачи. То есть, соответственно, вот это событие, наверное, было последним сильным потрясением, вот именно с угрозой для жизни. Ну, а дальше, в основном, на жизнь Горда у меня уже скорее экономика, собственно, какие-то вооруженные действия и так далее. Поэтому здесь, я уже, по-моему, не продолжаю. Ну, то есть, что считать, в конечном счете, окончанием революции, наверное, тоже вопрос к историкам, вернее к тем, кто просто интересуется этим. Ну, вот на эти, так скажем, вот эти события сейчас постепенно будем с вами нанизывать те съезды мусульмаски, те фамилии, о которых мы начали говорить в начале, как раз сейчас и с Мазутом. Это очень, скажем так, интересно. Вот эта фотография, сути по всему, уже тогда существовали какие-то фотографы типа стримеров, которые приезжали с плохой фототехникой, которые прорывались в самое опасное место, но чтобы потом как-то продать свой материал. Качество получилось не такое, как Бренинг снимал на фотопластины, но зато вот он донес эту информацию, скажем, об этом пожаре. Вот он где-то совсем близко, еще горение не закончилось. Точное место тоже не смогли установить, но, скорее всего, это район улицы 1-го мая и по поводу на этом углу. То есть, соответственно, у него началась серия, что он снимал от Кремля, и потом все приближалось. Вот событие, соответственно, вроде как атрибутировано, что февральская революция на площади 1-го мая, связанная с ней. Тоже. Для того, что люди, которые находят здесь фотографии в интернете, они часто находят их без какого-либо описания и по каким-то таким фактам, что вот здесь вроде как висит триколор еще имперский. То есть, ну вряд ли. Значит, это что-то такое. Извините, а можно вернуться? То есть фотография? Мне визуально кажется, что здесь ландшафт совсем другой. Что случилось? Почему? Какая-то часовня? Да. Ну, надо пиарить, значит, глаза инженера. Очевидно. То есть, да, действительно, часовня, она возникла. Недолго существовала в таком виде, потому что до этого проезд тоже перекрыт, но было другое сооружение. То есть, ну вот, я вас адресую просто к сайту Pastryu.com открыть район Кремля и прямо изучать, пролистывать, как там по годам все менялось. Фотографии вот этого района очень много. То есть, это место было прям таким, если сравнить часто, вот много лайков, много твитов оттуда было. Я кажется, уже тогда висел знак ЮНЕСКО, да? Да, я знаю. Площадь свободы. Опять-таки, в глазах ты смотришь, разглядеть, что здесь еще триколор висит. То есть, это событие, значит, когда здесь не красный, а либо уже восемнадцатый год пришло Камуча, либо, может быть, все еще что-то в семнадцатом происходит. То есть, здесь вот, это у нас, по-моему, старый театр, который стоял на месте, где памятник Ленину, а напротив, наоборот, где сейчас театр, был сад, соответственно, потом, когда этот театр сгорел, поменяется. А справа здание не на шофер, что ли? Нет. Вот там, вот там вот шофер. А, то есть, наоборот, в сторону Казанка получается? Да. В сторону Казанка получается? В сторону Казанка. И я опять это смотрел, то есть, там провод шел, то есть, то есть, там выходил, не так, как мы последние десять лет его помнили, то есть, там ходил на «Черное озеро», на «Аксах». Это место около Спарта Горького. Это, вроде как, опознание в нем белочехов. Есть знак «Различие»? То есть, перед нами «Корс». Да, это знак «Различие» в восемнадцатом году. Нет. Перед нами «Корс». Перед нами «Корс». Перед нами «Корс». Есть «Корс», тоже «Безнадцатом». Да. «Марварисская церковь», где, должно быть, близ возрасте повреждения, которое оно еще в семнадцатом году. То есть, еще вот так, да? Да. То есть, туда дальше, по Макасу. В смысле, это «Сектрак»? Есть, даже вот ссылка, тут была здесь презентация, потом смотрит эту фотографию. Прям хочется меня. Допустим, что еще дальше у нас? Поставьте, пожалуйста. Есть. Вот. Такая драматическая фотография. Эта фотография есть у нас в музее на поспорочке, чтобы ангелироваться от заказа. То есть, здесь… Слово. Да. Последствия боев на пристани. То есть, это как раз то место, откуда. Эвакуировались отступающие, видимо, подверглись они какому-то обстрелу. И деревянные построители загорелись. Вот бегает несчастная свинюшка, которая не знает, куда идти одеваться. Вот. Соответственно, здесь просто не осталось камней. Ну, там же там встречи не было. Там были деревянные построители. Например, была церковь, которую построили в 900 году. В 18-м она сгорела до тла. Она есть всего на 3-4 фотографиях, сейчас известной в сети. Наверняка в архивах тоже есть какие-то, например, сведения о ней. Но, как бы, например, желающие с ней ознакомиться даже не могут представить, где она расположилась, потому что не осталось никакого контекста, который отгружал. Посмотрим, соответственно, дальше. Это уже Красная Армия входит в Казань. По-моему, это скриншот современный запоморожайся из той кинопленки, которую снял Троцкий. И некоторые кадры были для печати, для графики уже взяты. То есть здесь, это наш сейчас изо-музей. Он, собственно, дом командующего. Который, скажем так, внимание которого, как раз, вот Назар нажал, и Назар в своей книге очень сильно удивил, собственно, борьбы с его властью. Видимо, поэтому для Красной Армии было очень важно сделать фотографию не просто, как здесь, на Карла Маркса, что улица красивая, вот, ладно, мы линшируем, а именно, что мы победили и можем фотографироваться на фоне, собственно, вот этого дома. То есть вот эта фотография атрибутирована как годовщина октября 2018 года. То есть в октябре 2018 году проведен этот парад. То есть вот здесь будет очень интересное свидетельство. Но Айрат действительно говорит очень точно, что мало-мало фотографий 17-18 годов. Половину из них, наверное, чуть не нашли, допустим, через интернет. Искают, ища, допустим, на сайте, что вот интересуется в истории чешских регионеров. Чешки вот из-за рубежа в конечстве. Скажем, Казань до и после. Здесь на каких-то фотографиях из мирной жизни, допустим, снимал одной Бренин. До этого до революции снимали множество коммерческих изданий для открытых. А вот эти годы наверняка была детальная хроника для каких-то военных, ну, что на общественной вере. Она мало известна и вот простой, интересующимся, и, наверное, на этом я закончу.